Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как мы уже говорили, украинский коллектив Прайм Оркестра отпразднует свое пятилетие грандиозным юбилейным туром, в том числе и по городам Латвии. И даже 10 латвийских городов будут принимать этих замечательных ребят и девушек. Тем более, что это не просто группа, это симбиоз разных, можно сказать, искусств. Это масштабное яркое шоу, саунд-технологии. Но, собственно, чего мы рассказываем об этом, если сами участники группы могут рассказать, что ожидает во время этого шоу. И вообще, может быть, о том, что из себя представляет Прайм Оркестра. Нам расскажут Денис Дорошенко, режиссер коллектива, вокалист Максим Перехожук и сопродюсер, он же режиссер, Юрий Рыбалко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что? Вот пять лет существует группа. Пятилетие мы должны были сыграть еще три года тому назад. Ага. Пять плюс три. Да. Причем троих мы видим. Еще три года. Почему? Потому что из-за карантина мы эту программу не могли на протяжении трех лет никак привести. И на данный момент у нас уже восемь. С 2014 года вообще-то коллектив существует. Что касается самого оркестра, то в двух словах можно так его характеризовать. Это современный симфонический кроссовер-оркестр, который исполняет не привычную всем классику, а наоборот. Это классика рок-музыки, это классика поп-музыки и электронной музыки. В составе оркестра помимо скрипок, помимо духовых инструментов существует еще рок-группа, а также даже присутствует диджей. То есть так, в двух словах, вот чтобы вы понимали, каким образом выглядит прямой... И вокалисты. Вокалисты тоже. Конечно, вокалисты, пожалуйста. Нет, дело в том, что мы как раз прекрасно понимаем. Мы вчера с Олегом заслушались вашими роликами на Ютубе. Да, просто мы хотели, чтобы наши слушатели тоже были в курсе. И вот что входит в репертуар? То есть какие произведения исполняются на концерте? В репертуар входит самая разнообразная музыка от классики. И буквально с новинок, которые вышли, скажем, вчера, позавчера. Причем не просто мы берем, скажем, в неизменном виде. Мы всегда добавляем что-то свое, всегда миксуем, соединяем, отбираем, добавляем. И у нас получаются достаточно интересные продукты. То есть основная задача нашего коллектива – это привнести что-то новое, расширить как-то палитру, благодаря симфоничности, тех композиций, которые хорошо всем известны. Как происходит отбор композиций для оркестра? Ну, честно говоря, это достаточно сложный процесс. Интересный, да. Интересный и сложный. Я думаю, что, наверное, маэстро со мной согласится. В первую очередь мы, конечно же, оцениваем композицию с точки зрения того, чтобы мы могли с ней интересного сделать. То есть как она могла бы прозвучать под такими гранями, которые были бы интересны публике и нам. Ну, например. Ну, например. Например, Продиджи. Да, например, Продиджи. Например, Продиджи. Ну, все знают такую группу, я думаю. И, опять же таки, если мы говорим о том, с чего мы начинали в 2014 году, это Депешмот. То есть мы подумали, что, ну, почему, собственно говоря, до сих пор никто не взялся за творчество этого коллектива и не попробовал придать ему симфоничности какой-то. Вот. Таким образом и родился наш проект. То есть, по сути говоря, замысел появился тогда, когда мы подумали о том, чтобы сделать программу, посвященную Продиджи. Депешмот. Депешмот, да. Совершенно верно. Вот. И в программе, которая будет сейчас, мы также, мы во всех программах включаем хотя бы одну композицию творчества Депешмот. Тут как раз два дня назад Дэвиду Гэхану 60 лет исполнилось. Да, да, мы праздновали. Наверняка же в своем творчестве вы используете и украинскую народную музыку. Ну, она прямо ложится на вот такой симфонизм. Ну, я могу сказать, что те версии, которые вы услышите на концерте, которые будут исполнены, они для многих будут открыты совершенно по-иному. Взять, например, тот же Щедрик. Вот, я думаю, Денис расскажет о ней очень подробнее. Да, мы очень интересно подошли к решению вопроса со Щедриком, потому что вообще эта композиция обычно исполняется фором, и она достаточно такая, ну, как бы, монотонно-однообразная, да. Мы же немножко, очень немножко расширили диапазон этой композиции начиная с самого мельчайшего пиана до, я не знаю, до громогласнейшего форты. Смена темпов, смена ритмов. Ну, получилось достаточно интересно. В свете тех событий, которые сейчас происходят, я думаю, что вот как раз этот Щедрик можно назвать боевым. А вообще сколько человек в вашем коллективе, то есть учитывая то, что это симфонический оркестр, всегда сразу возникает какое-то такое вот ощущение, что это несколько футбольных команд. Ну, то есть там вокалист, диджей, какая-то еще рок-банда, плюс 100 человек симфонического оркестра. Всегда плюс 100. Ну, смотрите, если говорить о том варианте, который сейчас смог выехать из Украины, то, конечно же, это не максимально полный состав, который мог бы быть. То есть, если мы говорим о полном составе, то это более 50 человек, а сейчас на сцене будет где-то 33-34 человека. Да уж. Вполне даже, я бы сказал, внушительное количество. Что только говорит о вместимости таких залов, как Лейлайс Дзинтерс в Лепе, культурный центр в Валмире, культурный центр в Огре, центр Девонс в Сигулде и так далее и тому подобное. Потому что 10 площадок в Латвии, на которых выступят ребята из прайм-оркестра. Да, будем сразу. Насколько публика других стран... У каждой страны есть какой-то свой культурный код, свои какие-то композиции, которые на слуху. Как путешествия, может быть, по разным странам принимает публика прайм-оркестра и насколько совпадают вот эти культурные коды? Очень интересный вопрос. Мы уже побывали в нескольких странах, и я вам скажу, что восприятие немножко разное. Где-то реагируют быстрее, более бурно реагируют, где-то реагируют прямо душевно, и ты чувствуешь, как они прямо пропускают через себя все, что ты делаешь со сцены. Где-то есть более сдержанная реакция. Естественно, это все заложено в культурном коде. Естественно, это все зависит от того, насколько близки мы по духу, к примеру, по национальностям, с одними ближе, с другими дальше. Кто-то нас знает лучше, кто-то нас знает хуже, кто-то видит впервые. Поэтому реакция разнится, но везде она есть. Это самое главное. Где-то она просто чуть позже раскрывается, когда мы начинаем играть. Программа оркестра построена следующим образом, что начинается она более лайтовая, и потом она превращается в нечто такое совсем мощное. И вот к этому раскрытию финальному всегда зрители реагируют максимально бурно, они начинают проникаться этим на все 100%. Я к тому, что, в принципе, многие упрекают латвийскую аудиторию в том, что она не то чтобы более холодна, но более сдержанна. То есть, прибалтийский такой более... То есть, это не то, потому что нам не нравится, а потому что, может быть, мы меньше проявляем так бурно яркой эмоции. То есть, внутри все горит, но человек сидит... А может быть, просто наша публика более вдумчивая приходит на концерты и с наслаждением внимает. Мол, да, давайте, давайте. Нет, я к тому, что... Понравится, поаплодируем. Не понравится, молча разойдемся. Можно ли танцевать во время ваших выступлений? Что разрешено делать? Потому что обычно... Понимаете, Витя? Все разрешено делать. Все разрешено. Вы совершенно правы в том, что действительно вначале... Ну, во-первых, нам почему нравится публика в Прибалтике? Потому что все, во-первых, приходят подготовленными. Вот, очень нарядными. Действительно, с самого начала все достаточно вдумчиво относятся к тому, что мы играем. И нам действительно очень ценно и очень интересно наблюдать, какие фишечки и какие музыкальные моменты, которые мы специально заложили в композициях. Да, вот насколько люди реагируют на них. Конечно, бывает выступление и на площадях, где, по сути говоря, мы выступаем как какой-то рок-коллектив, хотя это симпошоу. Но когда это камерный зал или небольшой зал, и есть возможность на хорошем звуке оценить все нюансы музыкальные, нам, конечно, очень приятно, когда мы видим реакцию на это. И потом, конечно же, со временем, действительно, в процессе построения шоу, мы наблюдаем, как эта реакция из такой вот прохладной и достаточно сдержанной превращается в конечном итоге в то, что даже бабушки, дедушки, которым там лет по 80, в конечном итоге вырываются вместе со всеми, стоя аплодируют. Так что я не могу сказать, что прибалтическая публика настолько холодна, как считается. Я правильно понимаю, что, приезжая в разные страны, в разные города, вы вплетаете какие-то такие специальные пасхалочки, такие приветы, именно конкретно вот этой публике адресованные? Конечно, а как без этого? Хорошо. А какие-то сюрпризы, какие-то нюансы специально для латвийской публики тоже подготовлены? Ну, в любом случае есть обращение, потому что сейчас, собственно говоря, этот тур, который у нас в данный момент идет, он возник не просто так, не на ровном месте. Мы его делаем с целью помочь Украине и помочь людям, которые там находятся в данный момент. Это первое. А второе, конечно же, мы и подготовили небольшие обращения к тем людям, которые все это время на протяжении трех лет ждали нашу программу, не сдали билеты, не побежали, а именно терпеливо дожидались, когда мы приедем. Это очень ценно для нас. Время ковида, вот как оно на вас отразилось? То есть ждали, пытались делать концерты в онлайн. Насколько это все происходит с музыкантами? Что касается ковида, то действительно оно ударило в очи по всей индустрии. Я думаю, вы это понимаете. И если говорить о музыкантах и о оркестре, то, по сути говоря, единственное, что нам помогло как-то выживать, это то, что мы переформатировали немного свою работу и смогли выступать на закрытых мероприятиях. Нас приглашали даже на дни рождения или еще куда-то. То есть мы пробовали педлять каким угодно образом для того, чтобы только сохранить коллектив. О турах, конечно же, речи не было вообще никакой. То есть мы только готовимся, только собираемся вывязать. Снова все закрыли. И так уже три года подряд было. Я могу себе представить, только попытаться, точнее, представить масштаб того корпоратива, куда приглашают 50 человек только одной группы. Да, немногие могли себе позволить, немногие. Но нашлись добрые люди. Насколько, по вашему мнению, симфоническая музыка, ну и вообще классические инструменты приспособлены для современных мелодий, вообще учитывая то, что когда-то, простите, произведения Моцарта считались попсой. И вот, ну как бы сейчас мы их воспринимаем как такую классику. Как говорил классик, классика бессмертна. Классические инструменты, заложена изначально такая глубина и такая широчайшая палитра, что ими можно передать любую краску, любую мелодию, любое настроение, все что угодно. Тем более, что трансформируются со временем и подходы к обучению игре на инструментах. Поэтому я уверен, что за симфонической музыкой будущее, конечно же, но может быть в каком-то измененном виде и варианте. Ну, собственно говоря, то, что мы и делаем. С учетом того, что есть, ну, если сравнивать орхистры времен Моцарта и те технологии, которые позволяют сейчас исполнять композиции, то вот мы как раз стараемся включить все по максимуму. То есть использовать те наработки и те технологические моменты, которые существуют, и вплести их в оркестр. Ну, и сами инструменты меняются. Не знаю, та же самая бас-гитара начиналась с четырех струн и лады, а сейчас там, не знаю, шесть точно и без ладовой. Но помимо классических инструментов и, возможно, каких-то современных решений, используете ли вы этнику, ту же самую, не знаю, бандуру, что-то еще? Ну, как правило, в виде сэмблов. Ну, вы понимаете, для того, чтобы использовать там бандуру тоже, да, или еще там какие-то инструменты, нужно немножечко расширить состав в таком случае. Вот. И тогда в таком случае, ну, минимум уже будет не 33, а 53 человека на сцене, для того, чтобы в каком-то эпизоде музыкальном, например, та же бандура могла собирать пару нот. Вот. А сэмплер этих моментов существует? У нас был опыт. Мы работали, когда мы делали на 1 июня большие мероприятия в Харькове. Там у нас участвовало, по-моему, 3 тысячи детей. Конечно же, там использовались и народные инструменты, и это очень сильно расширяло палитру, но не всегда это возможно, особенно в туровом варианте. Это достаточно сложно. Сложно, наверное, с коммерческой точки зрения, потому что действительно, вы представьте себе на секундочку, как гастролировать может большой оркестр. Всех нужно накормить, поселить, много других моментов. И поэтому в гастрольной деятельности, конечно, немногие могут себе позволить иметь полный состав инструментов живых. не говоря уже о том, что эти инструменты нужно перевозить. Одно дело, там маленькая скрипка, если это какие-то... Арфа, условно говоря. Мой любимый инструмент – это треугольник. В карман положил и пошел на концерт. И на гастроль поехал, в принципе. Главный металлоискатель пройти в аэропорту, и, в общем-то, все. Ты готов к выступлению. Ну да. Так, еще раз. Прайм-оркестра, украинский коллектив празднует, ну, как бы, пяти, по факту, восьмилетие. Грандиозный тур по Латвии. Десять городов от Риги, Дуэнспилса и Дауга впился с 16 по 29 мая. Ну и программу обещают очень насыщенную, разнообразную, от современных до классических произведений. И даже, вот как мы понимаем, какие-то будут действительно пасхалочки, какие-то интересные очень включения, которые будут адресованы именно латвийскому зрителю. Да, услышим ли мы вот эту симфорок-версию в узких улочках Риги, пускай так и останется интригой. Ну и это будет действительно, я понимаю, большое шоу, и в том числе и световое шоу, и с сэмплами, и много-много музыкантов на сцене. То есть это, ну, такое впечатляющее, очень яркое зрелище. Ну и, в общем-то, двойное, двойного назначения это тур, и хорошо провести время, отметить очередную годовщину коллектива, и, конечно же, помочь Украине и людям, которые остаются там. Ребята, огромное спасибо. Спасибо. Мы рады, что вы к нам приехали. Удачного тура. Напомню, представители украинского коллектива «Праэм-оркестра» были с нами. Денис Дорошенко, Максим Перехожилко и Юрий Рыбалко. Еще раз спасибо. Всего доброго. И хорошего дня. Пока. До свидания. РАДИО БОЛТКОМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова